Дайан Джи и Телека вот здесь. Спасибо, господин президент. Я представляю Шри-Ланку. Я был послом в Российской Федерации. Западный блок решил осносить Украину долгобойными ракетами, которые могут достигнуть территории Российской Федерации, а также они хотели предоставить F-16. Очевидно, что вы сейчас столкнулись с войной, с империализмом, прокси-войной. И, как вы уже сказали, здесь есть и нацистские элементы. С исторической точки зрения, господин президент, с империализмом боролись на поле боя. Это и китайские коммунисты, коммунисты в Северной Корее и Вьетнаме. Они одержали победу над Соединенными Штатами. Что касается империализма, и его критиковал больше всего Ленин. Вопрос в следующем. Перед лицом этого вызова, этой угрозы со стороны этих сил, возможно, пришло время провести переоценку 1917 года, потому что китайцы, вьетнамцы и северокорейцы были детьми этого года. Не считаете ли вы, что пришло время пересмотреть события этих лет, а также отношения США со своими союзниками и Францией, и также с Китаем во время китайской революции? Вот мой вопрос. Прошу прощения, прошу прощения, уточните, пожалуйста, пересмотреть... Возьмите микрофон, пожалуйста. Пересмотреть что и кому что надо пересмотреть? У вас такой сложный вопрос, начиная с 1917 года. Если я, может быть, правильно понял, коллега спрашивает, не пора ли пересмотреть в сторону более позитивную отношение к революции, коммунистам и вот тому периоду нашей истории? Пересмотреть именно отношение к периоду нашей истории с 1917 года? Ну, с 1917 и далее. Извините, что я трактую, но я так понял. Но зачем трактовать, когда есть автор этого вопроса? Позвольте разъяснить кратко, о чем я говорю. Поскольку мы подвергаемся нападкам империализма и элементов фашизма, и поскольку в истории уже были случаи успехочной победы в Китае, в Корее, во Вьетнаме, победы над империализмом, и тексты про империализм писал Ленин, возможно, уже пришло время меньше критиковать события 1917 года и восстановить исторический статус тех событий и, как и французской революции, американской и китайской революции. Меньше критиковать события тех лет, в том числе и в самой России, я так понимаю. Да, вы правы. Правы в том смысле, что нужно меньше заниматься критиканством, а больше заниматься таким глубоким, в данном случае даже научным анализом реалии, которые происходили в то время, которые происходят сейчас. Да, вы правы. Единственное, что это нужно давать такие глубокие оценки, в том числе оценки, связанные с идеологизацией. Это сейчас я буду говорить собственное мнение. Собственное мнение. Каждый из здесь присутствующих может поспорить с ним. Нужно давать и правильные оценки идеологизации межгосударственных отношений и геополитических интересов. Кроме отношений между классами, отношений в рамках так называемой классовой борьбы, мы не придавали значения, и даже после событий 1991 года, после развала Советского Союза, мы еще находились в парадигме классовых отношений и идеологических отношений. И не замечали, что есть чисто геополитические интересы. Вот отношения с Китайской Народной Республикой Запада. Был момент, когда пытались и не безуспешно устраавливать Китай и Советский Союз, и Россию. Потому что Китай был сам слабый, не страшно. Теперь, когда Китай начал расти, его под руководством той же Компартии и сегодня председали Си Цзиньпиня, мощь возрастает чуть ли не каждый день. Ну, все, теперь уже идет возврат к... и тогда, когда пытались его использовать, Китай, тогда забыли про все идеологические разногласия. А сейчас опять их возрождают. Но, по сути-то, в основе своей, в основе политики США в отношении Китая страхи геополитического характера. Мощь, растущая мощь Китая. Вот что пугает. А не то, что там какие-то права человека нарушаются. Или права национальных меньшинств. Разве это кого-то беспокоит реально? Нет. Это только инструмент борьбы с Китаем. Вот и все. То же самое в отношении России. А в целом глобально, ну да, нужно давать такие общие, более глубокие оценки. и во всяком случае, я с вами соглашусь в том, что огульно там все выбрасывать на свалку истории, все, что происходило под руководством коммунистических партий того времени, о котором вы сказали, конечно, огульно все это мазать одной краской, это нецелесообразно и даже вредно. Вот в этом смысле я с вами согласен. Спасибо. Спасибо.